здравствуйте друзья значит в этом ролике мы вернулись к одной такой истории для меня до сих пор непонятная но я и не хочу время свое тратить на эту мелочь в двух словах когда-то давно уже лет на пять назад мы покупали квартиру и здесь было установлено оборудование ростелекома и нам оно не понравилось мы отключили подключили другого провайдера и все на этом да как я думал вот год назад может быть нет точнее в этом году начали звонить некий сезэ инвест и заявляет нам о том что мы должны там тысячу с чем-то рублей естественно расчет на то чтобы мы плюнули и занесли эти деньги до чтобы избавиться вот от этих звонков но это не про меня история даже 10 рублей не понесу никуда и никогда пока не увижу документы доказательные ну расчет на то вот именно что человек за тысячи рублей не будет заморачиваться на этом вот эти уважаемые подобные сезэ инвесту компании огребают серьезные прибыли давайте послушаем и после я прокомментирую здравствуйте у нас есть для вас важная информация пожалуйста оставайтесь на линии у нас есть компания физиоинвест в центральной стране и наведется за договором скажите пожалуйста 1 дмитрий битвич это вы верно да звонок поступает по поводу вашей задолженности при компании физиоинвест в договор с тессией с роста рекома задолженность у вас в сумме 1 тысячи 737 рублей 92 копейки за 15 год по адресу Санкт-Петербург улица Домлицу 93 сейчас проживаете по данному адресу нет долг требуется оплатить в полном объеме по 25 июня включительно нет по какой причине отказываетесь оплачивать не хочу не хочу не хочу член обусловлено вашим не хочу вторым не хочу даже вам три раза не хочу не хочу не хочу три не хочу первое обусловлено вторым второе третьим дальше уже нет мне 44 года мне 44 года тем более что тем более обосновываете что тем более четыре раза назвать не хочу или 44 раза назвать не хочу 44 раза не буду говорить не хочу А вам сколько лет, барышня? Что вы мозгов не нажили еще, работая на такой дебильной работе и продолжая данный конкретный разговор, понимая, что в лучшем случае вас везливо пошлют в суд. А что, я дурак, что ли? Понимаете, я лучше нищему подам эти деньги, а вам не подам. Хоть вы и попрошайничаете, нищему подам, а вам нет. Вы не заслуживаете. И что теперь? Я предупреждаю, вот в этой части разговора я послал вас на три буквы посередине буква У. Суд. Вторая часть разговора начинаете. Если вы сейчас не положите трубку, вы соглашаетесь с тем, что начинается вторая часть разговора. И для начала я перейду с тобой овца на ты. На ты. Слушай, ты, лошадь шутулая. Если вы являетесь пастухом, это ваши проблемы, если у вас такая работа. На данный момент вы вообще эти отделы сыскания. Это звучит так. На самом деле это курятник, где сидят одни курицы и петухи. И сидят и долбят бесполезную работу. Положи трубку, не позорься. На ютюбе выкладывай уже это все. Нет, ну на самом деле, друзья, репутация. А какой вообще на репутации речь ведет? Подумала бы в первую очередь о своей репутации. У меня какие проблемы с моей репутацией? Вот она такие вещи заявляет. На что надеяться? Я, конечно, понимаю надеяться на то, что на другой стороне провода какой-нибудь олух, который действительно сочтет вот этот вот аргумент весом, репутация. Я до сих пор не догоняю, на каком основании руководством, руководством же там какими-то психологами составляются вот эти скрипты, вот эти вот фразы. Ну, вписываются вот эти скрипты, вот данные конкретные слова, словосочетания. Рискуйте своей репутацией. Понятное дело, когда она говорит очередную фразу, что типа из-за такой маленькой суммы вы испортите себе репутацию. И здесь, может быть, надо переключиться на другое, да, заявление. То есть из-за такой маленькой суммы, и здесь ключевой момент, да, здесь они надеются зацепить вот это. Маленькая сумма, человек, да в натуре, да на самом деле, да маленькая сумма, что я там 1700, сейчас побегу, оплачу и все. И нормально. А знаете, что происходит? Вот никто никакого договора цессии в формате настоящего законного оформления не составлял. Есть некое соглашение между Ростелекомом и вот такой Шаракой, и они выкупают сразу пачками. У меня где-то есть ролик, где один автор, не я автор, вот в этом отношении заявляет, да, что он в курсе дела, что там на 600 страницах эти договоры цессии. И он четко высказывает этому звонилке, что он понимает, что и как. Да, действительно, они выкупают сразу огромные пачки с копеечными долгами, а в совокупности все эти долги могут стоить несколько миллионов. А выкупают они их там за 20, за 30 тысяч, эти долги. И вот так вот долбят с вот этими вот, на их взгляд, серьезными ключевыми выражениями. Типа из-за такой маленькой суммы 500 рублей, 1000, 1700 рублей, как в моем случае. Типа человек пошел и выплатил. Понимаете? И, блин, бегут и платят. А может быть, кто-то из вас сталкивался, приходили смски одно время, по-моему, вот у меня МТС, там личный номер. Вы должны по такому-то лицевому счету 17 рублей, 20 рублей, 13 рублей. Пожалуйста, обратитесь там к специалистам и оплатите. Я сам лично видел очень много раз, как подходят пенсионеры, старенькие бабушки, говорят, вот мне пришло такое-то, давайте я заплачу, потому что, ну, эти смски, вот из-за смски. Ну, что, конечно, даже для пенсионера 10-15 рублей отдать, там лишь бы эти смски не приходили. А вы представьте только себе, сколько абонентов у этого МТС. Просто какой-нибудь из крутых боссов решил себе, наверное, построить дом. И вот возьмите себе, да, 17 рублей оплатить. А при самом скромном подсчете, да, ну, 10 миллионов абонентов у МТС получили подобные смски. Сколько он получил денег, если каждый по 15 рублей внес? Арифметика простая. 10 миллионов. 150 миллионов этот хмырь получил, который дал распоряжение отправить эти смски. Вы чувствуете, да, какие возможности у людей, обладающих какой-то властью, какой-то аудиторией, какой-то целевой аудиторией, что они могут делать? Я призываю вас игнорировать все это, потому что я лично для собственного опыта, не собираясь ничего оплачивать, подошел в одно из отделений МТС вот по этому случаю и сказал, а дайте мне посмотреть, вот лицевой счет у меня написан, а какой номер телефона? Не знаете, что ответили? Ну, этого в программе нет. Наверняка этот номер телефона сейчас уже у другого человека, так как вы им не пользовались долгое время и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Расчет на то, что у людей может быть какое-то количество телефонов, симок покупали они там тогда, тогда, естественно, это все в памяти не восстановить. И вот в этом формате это все и происходит. Хотя пенсионеры наверняка, вот эти люди, которые юридически не защищены, они еще и некомпетентны в юридическом формате, вообще не заморачиваются. Действительно, 15, 20, 25 рублей это мелочи для них, но в формате огромной страны это серьезные деньги. Я, конечно же, революции не совершаю, но призываю всех, кто меня слушает, не вестись на эту лабуду и всегда каждую копейку контролировать в своем кармане. Не отдавать кому попало, просто по голословным заявлениям. Всегда смотрите документы, это несложно. Вот, ну, не знаю, достучался до вас или нет, ну, в случае Созаинвест похожая ситуация, но вот я вам демонстрирую, что я никому ничего не плачу и платить не буду. И даже если они с какими-то судебными исками появятся, что в формате 1700 рублей просто, мне кажется, нереально, ну, все равно я до последнего буду отжимать. Я больше потрачу, пускай, на всякие пошлины и так далее, чем отдам им. Это принцип, мой жизненный принцип. Ну, а для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться со своими долгами, проблемами, более крупными, чем 1700 рублей Созаинвест, а вообще выключить из своей жизни эти вот обязательства незаконные, которые вам навязывают всевозможные кредиторы, мы готовы предложить услуги. Наша компания под названием Аля, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Как это делается, что мы для вас можем сделать, вы легко узнаете, пройдя по ссылочке, расположенной в описании этого ролика. Пойдете на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Также кликабельная подсказка сейчас в правом верхнем углу на видеотрансляции выходит. По ней вы щелкните и тоже вас перебросит на наш сайт. Вот эта подсказка. Я вам рекомендую на сайте посмотреть видео. Видео, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Кто это сделает, получит максимальное количество ответов на свои вопросы. Вам станет понятно, что ничего страшного в этом нет. Вы сможете взвесить все за и против, принять то самое необходимое решение. Только после этого оставите заявку. Вам позвонят наши специалисты в рабочее время. А с телефона, который указан на сайте в правом верхнем углу. Пожалуйста, забейте его себе в контакте, чтобы не пропустить звонок юристов. Ну и конечно же, поговорят с вами, все расскажут. Если что-то вы недопоняли или каким-то образом не услышали, они вам это все продублируют. Ну, как говорится, жирную черту подведут под вашими сомнениями и перечеркнут все ваши какие-то, может быть, недопонимания и страхи. Да и хватит бояться на самом деле. Предлагаю поставить лайк. Если вам ролик понравился, пишите комментарии. Конечно же, не стесняйтесь репостов в соцсетях. Призываю, чтобы как можно большее количество людей узнало всю правду о том, что происходит с ними, с их долгами. Ну и конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании ролика. Там все ролики с канала Ютуб дублируются. И вы сможете следить за нашим творчеством и с ВКонтактом. Еще раз напомню, посмотрите видео на сайте. Для вашего удобства еще раз выходит крикабельная подсказочка. Вот она. Ну и что остается, пожаловать счастья, здоровья, финансового благополучия и благоразумия. Благоразумие, друзья мои, не раздавайте свои деньги налево-направо. Это ваши деньги. Никто не имеет права посягать на ваше имущество. К имуществу также относятся ваши материальные сбережения. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok